Что делать людям и на что нам жить? Владимир Владимирович, ответьте нам, пожалуйста, на этот вопрос. Это мы, значит, Китаю помогаем всеми возможными способами, Испания, Италия, мы должны помогать, а нам самим мы не можем ничем помочь. Что мы должны, по вашему мнению, кушать здесь? Уважаемое правительство, дайте людям денег. Вы же понимаете, что больше половины населения в России работают неофициально, и они окажутся на улице. Более 60% сидят в кредитах. У людей не будет денег, они будут хотеть кушать. Они пойдут грабить и убивать. Вопрос к знатокам. А деньги где брать? Где мне брать, блин, деньги, для того, чтобы не сдохнуть с голоду? Ни мне, ни моему ребенку. У меня один вопрос. Вы там в правительстве обкурились или как? Вы вообще понимаете, что делаете, продляя режим самоизоляции и нерабочие дни в России? У нас 60% населения работает неофициально, либо работает в организациях, где их недоход напрямую зависит от продаж. Соответственно, не работают торговые центры, не работают офисные здания, турфирмы и так далее и тому подобное. На что людям жить? Какую компенсацию предусматривают? Америкам по 3 тысячи баксов платят на человека, а в России что? Решили выплатить детям до 3 лет, которые претендуют на материнский капитал? Ну так а помимо этого сколько детей? Сколько инвалидов? Сколько людей без работы сейчас остались? Вы думаете начальство выплачивает людям деньги? Увольняет задними числами? Подумайте, отдумайтесь. Я хочу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину и хочу сказать, что много людей, и вы это знаете тоже, что много людей работают начальника. Также я работаю на частную фирму и получаю деньги каждый день. Но как идти в магазин, если ты не отложил ничего и начался карантин, и как бы у тебя нет денег даже на булку хлеба? И так у многих миллионов людей такие же проблемы, нет никаких выплат. Владимир Владимирович, сделайте выплаты, это в ваших полномочиях. Или тогда пускай люди ходят и работают каждый день, и пускай лучше люди будут работать и умрут от коронавируса, чем люди будут сидеть дома и умрут от голода. С этим нужно что-то делать, это нельзя просто так оставлять. Коммунальные платежи никто не отменяет, аренду никто не отменяет, и налоги тоже никто не отменяет, за все нужно платить. И вы понимаете, что где-то в мае, в июне у людей просто закончатся деньги, и начнутся какие-то грабежи, мародерство. И вот от этого становится страшно. Продолжение следует...